Кремль влез в войну, в которой, вероятно, в течение года полностью проиграет со значительными потерями. Но, тем не менее, кремлевские стратеги продолжают и дальше залазить на кактус, имитируя удовольствие. Ведь попытка вступить в прямой военный конфликт с США даже в третьей стране – дурацкая по своей природе, чего у Путина явно не понимают. В целом, события последних дней продемонстрировали явную тенденцию к обострению противостояния в Сирии. При этом обострение происходит одновременно в трёх регионах Сирии – северном, южном и центральном. Если в целом судьба осада рано или поздно предрешена, то необходимо заметить, что судьба российских войск и интересов России на Ближнем Востоке предрешена ещё в большей степени. Конечно же, нельзя сравнивать события в сирийском конфликте с Афганистаном. Здесь всё происходит по более жёсткому сценарию, и явно наблюдается несколько стран, которые плотно ввязались в данный конфликт, приобретающий характер международной войны. На этом фоне США чётко обозначили свою линию поведения – контроль нефтегазового региона Сирии и уничтожение ИГИЛ на данной территории. Турция обозначила свою позицию – борьба с курдами и контроль приграничных со своей территорией зон. Позиция Израиля заключается в уничтожении армии Хамаса, а также создании пояса безопасности рядом с голландскими высотами. На этом фоне интересы России выглядят всё менее реалистичными. Кроме того, пермаментный союзник Кремля – Иран старается реализовать своё величие. Идея контролировать сердце Ближнего Востока не покидает старых религиозных маразматиков в Тегеране, что уже привело к падению уровня жизни иранцев, массовым волнением и тысячи убитых иранских военных. Расклад сил таков, что группировка РФ в Сирии в действительности самая малочисленная, несмотря на то, что Кремлю удалось закрепиться в Дамаске. Да и влияние после событий зимы 2018-го России на ситуацию вокруг осада и гражданской войны заметно ослабевает. Кремль не способен куда-либо продвинуться в данном конфликте. Кроме того, вынужден нести всё большие потери. А попытка выйти за пределы очерченной для него резервации сразу же наталкивается на серьёзные противостояния войск антитеррористической коалиции. Таким образом, любое движение российских войск в направлении линии разграничения приводит к уничтожению этих войск. Любой конфликт с другими участниками сирийской войны приводит к утилизации российской армии, поскольку она не представляет реальной угрозы не только для войск США или Израиля, но даже для Турции. Отсюда и паническое заявление, что Путин выводит войска, ведь делать ему в Сирии в общем-то нечего, кроме как тратить ресурсы на поддержку осада. Но экономики у осада нет, всё уничтожено. Контроля за нефтяными ресурсами ни у осада, ни у Кремля нет. Да и захваченные территории осадами российскими военными контролируются с трудом. Все удалённые коммуникации регулярно атакуются, что приводит к периодическому окружению сил. Получается, что данная война очень затратна, и затраты по мере попыток расширения контроля возрастают. Но это не главное. Ведь нужно понимать, что Сирия не Афганистан-2 для России, что нетрудно заметить. В Афганистане официально Россия боролась лишь с афганской оппозицией. Здесь же приходится уже воевать не только с мифическими ГИЛ или сирийской оппозицией. Назревает обширный конфликт с курдскими подразделениями, которые хорошо вооружены, с силами, которые поддерживаются Турцией. Возможно, конфликт с Израилем, который пока выглядит как невидимая война в воздухе. Однако уже на этой неделе Москва получила чёрную метку от Тель-Авива в виде уничтожения 50% ПВО Асада и складов вооружений для Хезболы. На очереди американцы, которые ясно дали понять, их интересы будут защищаться жёстко в регионе. И в итоге получается, что Кремлю в Сирии делать нечего. А если попытаться спровоцировать ситуацию, то она вполне перерастает в неограниченный военный конфликт в регионе, с включением всех сил. Шансов в таком конфликте у России никаких. Что показали события последних дней, где Кремль явно поставили на место в течение шести часов. А значит, сирийский конфликт с точки зрения коалиции вполне управляем. И вполне предсказуем результат. Россия проиграет. Проиграет в ближайшее время. Если же будет попытка повторных провокаций со стороны Кремля на территории Сирии, это, вероятно, приведёт к уничтожению войск РФ на Ближнем Востоке, а затем и политической изоляции РФ в регионе. Во всяком случае, такой сценарий уже рассматривают как в Вашингтоне, так и в Тель-Авиве. Эти два игрока наиболее сильны в конфликте в Сирии с военной и политической точки зрения. Вероятно, в Кремле понимают, что будет дальше, и уже сейчас прорабатывают варианты умеренного договорного поражения. Дальнейшие события несложно предсказать. Потери осадами российскими войсками контроля над удалёнными позициями, затем выход из Алеппо. После этого удержение какое-то время основных баз и Дамаска, после чего начнётся эвакуация войск наподобие эвакуации из Афганистана в 1989 году. Но в Сирии останутся тысячи убитых россиян, убитых за бессмысленные цели недальновидных политиков и олигархов России. Окончание войны в Сирии пока ещё не на горизонте. На горизонте – стратегический проигрыш Кремля на Ближнем Востоке и сворачивание всей ближневосточной политики в текущем её виде. И ещё одно. Военные действия в Сирии показали, что армия России может противостоять только слабо вооружённым повстанцам. С любой хорошо вооружённой армией Россия справиться не может. И потери будут сто к одному. Это исчерпывающий ответ на все имперские амбиции России.